Добрый день, джентльмены. Мы с вами сегодня продолжаем разбираться с русско-японской войной. Урок истории Алексей начинает в совершенно пустом классе. Однако в пустую консультация не пройдет, ведь она идет дистанционно. Ученики слушают лекции в ютюбе и консультируются с преподавателем через скайп. Для учителя виртуальная работа в новинку. Для детей здесь все привычно. Лайк, репост. И к трансляции подключилось уже несколько десятков человек. Общение практически с глазу на глаз. И вопросы здесь не лишние. Там были потери гораздо меньше. Вы имеете в виду Вторую мировую, да? Да, да, именно. И вопрос как раз о характере поражения. То есть это было именно разгромное поражение или просто неудавшаяся компания, которая могла завершиться как-то. Спасибо за вопрос, Юра. Я сейчас попытаюсь ответить. Освоить видеоблогинг учителя истории заставил карантин. Пятую гимназию закрыли из-за вспышки менингита на три недели. И чтобы дети не скучали с учебниками, педагог отправился в сеть. Научился вести стримы, постить анонсы ВКонтакте и консультировать по скайпу. Ученики инициативу оценили. Естественно, похихикали про то, что там взрослый бородатый дядька лезет куда-то на их молодежную территорию. Но параграф при всем уважении к авторам учебника – это сухой текст, который воспринимается глазами. А мы знаем, что у нас есть люди с разными модальностями восприятия. Кому-то, например, аудиалом лучше слушать, чем читать. По ту сторону экрана тоже все достаточно необычно. Рядом с привычной ручкой и тетрадью девятиклассника Саши на столе, планшет и телефон. Не учеба, а одно удовольствие. Лекцию можно остановить в любой момент. Такой проект ученикам сразу пришелся по душе. Не случайно они интересуются, как его можно спонсировать. Сразу репост в беседу нашего класса девятого скинули. И сразу там первый комментарий, как донатить. То есть потом, я уж не помню, смеялись долго они. Впрочем, брать деньги за уроки Алексей и не думает. Но свой видеоблог собирается развивать. Сейчас стать ближе к интернету захотели и другие учителя. Решили даже создать свое интернет-комьюнити. Мы у него будем всем учиться. У нас запланированы и мастер-классы. И он предложил себя в качестве такого учителя по проведению видеоконференции. И это у нас все впереди. Я думаю, что в дальнейшем больше будет учителей использовать эту форму. А пока в пустых коридорах школой раздается лишь одиночный звонок по скайпу. Карантин продлится до 5 октября. Поэтому есть время попрактиковаться в проведении онлайн-уроков. Дмитрий Сгагин и Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга. Продолжение следует...